Ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с оршинными ушами. Так поэт и прозаик Петр Ершов описал конька-горбунка. Не совсем точное портретное сходство, но что-то общее есть. У входа в Центральную детскую библиотеку Самары маленьких читателей встретили очень даже реальные прототипы находчивого конька. Пусть на минутку, но ребята смогли почувствовать себя героями сказки. Очень понравилось, все дрыгается, очень интересно. Ощущение было, как будто бы ты в космосе летаешь очень легко. И такое цоканье этих копыт. Юные книголюбы стали вспоминать, как выглядел конек-горбунок и решали, на кого он больше похож – на белого пони или серого ослика. Два горба, большие уши, оба хорошие, красивые. В конкурсе двойников сказочного персонажа победил ослик, хотя при ближайшем рассмотрении он оказался милой четырехлетней ослицей Люськой. У нее профессия радовать и катать. Продаемся за морковку. Любим тепло и уют. Столь необычно в библиотеке начали праздновать 200-летие со дня рождения Петра Павловича Ершова. В Перу классика принадлежат повести, драматические произведения и стихи, но конек-горбунок, пожалуй, самое известное и любимое читателями произведение. В детской библиотеке сказка звучала на русском и на английском языках. Ей посвятили викторины, тематические игры, песни. Интерактивное литературное шоу – часть программы Всероссийской недели детской и юношеской книги. Все направлено на пропаганду, продвижение чтения, продвижение детской литературы русской классики. У нас недавно состоялся день встречи с писателями. У нас был посвящен открытию недели детской книги. Как уверяют сотрудники библиотеки, современные дети любят читать и дружат с книгами. Только в Центральной библиотеке около 8 тысяч маленьких читателей. А сделать классику популярной среди IT-поколения помогают такие акции с изюминкой. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События.